Я стесняюсь разговаривать с малознакомыми людьми и заводить новые знакомства. Наверняка это многим известно. Стеснение испытывает человек в определенный этап своей жизни. Сегодня в эфире программа «Острый вопрос». Мы с моими коллегами разберем ваши письма, которые пришли в нашу редакцию, и расскажем, как преодолеть это стеснение и повысить уверенность в себе. Сегодня за нашим круглым столом будем разбирать очень щепетильную тему, которая затрагивает многих людей. Что же такое стеснение или застенчивать, и как это преодолеть, чтобы быть более успешным в социуме. Со мной сегодня за моим круглым столом мои коллеги Лилия Багутская и Ирина Бетуганова. Девочки, как часто вы сталкиваетесь в кабинетах? Мне кажется, это больше такое подростковое. «Я стесняюсь чего-то, либо своего тела, либо при знакомстве с новыми людьми, стесняюсь с ними заговорить». Или же, если испытывают определенные чувства к человеку, какую-то симпатию, у них также возникает застенчивость. И многие начинают, грубо говоря, говорить какой-то бред. Потом осознают, испытывают стыд, и вот тебе и тяжелое чувство стыда, с которым очень часто, я так предполагаюсь, сталкиваются не только детки. Детки, мне кажется, они более непосредственные. А вот подростковый период – это как раз тот возраст, когда ты вроде бы уже не ребенок, но еще и не взрослый, и тебе не хватает этой уверенности, этого ресурса преодолеть эти трудности. Хотелось бы тебя, Ир, послушать. Как часто ты сталкиваешься в кабинетах с этим запросом от клиентов? Буду откровенна, в моем кабинете не так часто бывают подростки, как хотелось бы. Это объясняется тем, что сам подросток прийти не может. Чаще он должен прийти в сопровождение мамы, и мамы по каким-то причинам своим не могут посещать вместе с ребенком психолога. Но я всегда говорю, что при желании тысячи возможностей, при нежелании тысячи причин. Если говорить из того опыта, из тех подростков, которые ко мне приходили, то, конечно, в подростковом возрасте любой подросток остро реагирует на любые какие-то моменты, колкие моменты, которые возникают в его жизни, и это всегда болезненно. И вот этот негативный опыт, он, конечно, остается с ребенком, и далее он стесняется себя выражать. Но стесняется почему? Потому что уже был опыт, то есть он думает, что реакция будет такая же. Надо мной будут смеяться, мне сделают замечания, мне сделают больно. Я проживу какие-то неприятные чувства в связи с полученным ответом. И поэтому ребенок начинает себя загонять в какие-то рамки, замыкается, ну и, соответственно, это говорит о низкой самооценке. Да, неуверенности в себе. Неуверенности в себе и низкой самооценке. Но если смотреть, опять же, идет отсыл в детство, кто формирует нашу самооценку и уверенность в себе, это, конечно, родители. Поэтому вот тут я бы всегда рекомендовала комплексный подход, потому что это работа и с родителями, и с подростком. А вот скажи мне, пожалуйста, может быть, были какие-то случаи в практике твоей, которые, ну, к примеру, у родителей не сохранялась самокритика, да, что они не могли повлиять. Это вот как-то вот такой у нас ребенок. Были ли такие случаи, как ты с этим работала? Случаи совершенно разные бывают. Чаще родители убеждены, что они все делают правильно. Очень мало родителей, которые приходят и говорят, что-то вот я не так сделала, да, там признать какую-то свою несовершенность для самолюбия, для своего эго всегда тяжело. Поэтому я считаю, что это не страшно, это неплохо. Мама в данной ситуации, там, какая бы она ни была, она поступила так, как уже поступила. Как она могла. Да, как она умела, как она знала, она поступила так, как она могла. Другое дело, какую реакцию, какую ответную реакцию на эту ситуацию выдал ребенок. И вот тут очень важно, опять же, взаимоотношения родителей и дети. Ну да, это такая вот очень серьезная тема, именно работа отцов и детей, как говорится, да. Такая непоколебимая связь. Лиль, хотелось бы твое мнение послушать на данную тему нашего эфира. Мне хочется в одной части и согласиться, и не согласиться с вами, коллеги, вместе. Потому что для меня стеснение – это как раз-таки то, что мы можем наблюдать, и я наблюдаю, как специалист по детско-родительским отношениям, в раннем возрасте у детей, у дошкольников. Часто приходят детки, прячущиеся за спиной мамы, и мама приходит с этой проблемой и говорит, смотрите, как он мне стеснительный, вот всё время за меня забегать, сделайте с ним что-нибудь, да. Соглашусь, Ир, это, конечно, комплексная проблема детско-родительских отношений. Что случилось с ребенком, что ему нужно прятаться за мамой, что нет силы выйти и сказать чужой тете «здравствуйте». Силы признать другого, во-первых, и силы проявить себя. Если рассматривать в контексте психоаналитическом, нас отсылают в развитии к 2-3 годам ребенка, и даже стесняющиеся взрослые. По моему опыту, стесняющихся подростков не так много. Может быть, для меня было стеснение, оно больше в упрямство и в этот протест выходящий, когда ребенок мог со мной сидеть на сессии один час молча и смотря, но не похоже на стеснение. Он был готов говорить, но он проверяет на прочность. Психолога в данном случае, выдержишь ли ты меня таким. А вот детки, и работа с ними в этом плане, а скорее работа с родителями. Почему в 2-3 года сложилось так, что родитель дал такой отклик по чужому миру, по другому миру, несемейному ребенку, что ему страшно туда идти? Это простые родительские фразы. Не ходи там, дядя тебя или тетя заберет. Да, придут и заберут. Придут и заберут, там страшно, не делай, не говори громко. Позывай, не доверяй к нему. Соседи будут как-то реагировать, если ты будешь кричать, если ты будешь себя проявлять. И для меня в этом ребенке, спрятавшемся за маму, очень много гнева, который он не может выместить. Вот так это переполняет, и стеснение. Хотя, казалось бы, ну ребеночек совсем мямеля такой, она ничего не может. Он очень много может. Но его настолько сильно проконтролировали, задушили, задавили, что ему нет возможности, ему стоит только прятаться, а сказать очень есть что. И здесь смотреть, где ребеночек может, где не может, действительно, где сформировалось такое предположение, фантазия сформировалось, что мне дадут такой отклик или такой. И вот этот первый даже заход ребеночка, сказать здравствуйте, это большая история, большой подвиг и проверка на стеснение ребенка. во взрослых людях это для меня больше выражается, а смею ли я? Такая проблема маленького человека. В литературе очень часто обсуждается. А право ли я имею на многое? Вот это уже трансформация стеснения, представляете, идущая с двух лет. Вот так все накапливается. А я не имею права говорить, потому что мир мне вот так откликнется. Мне так сказали. Мне так мама сказала. Я так уверен. Вот эти две родительские фигуры, мама и папа говорят ребеночку в 2-3 года, и он это слышит и запоминает. А мама и папа не помнят. Это часто так брошенные фразы, которые ничего не значат. А ребенок с ними идет, и приходя 30-40 лет к психологу, вдруг говорит. Мне мама всегда говорила, что соседи будут стучать в батарею. Это для меня было так страшно, когда стучали в батарею, а я топал. Поэтому проявлять себя, в принципе, очень страшно. Но опять обратная сторона, что там столько этого гнева. Я хочу топать. И вот это без опоры на себя. Для меня это простеснение. И зачастую это не совпадение просто характеров. Мама, темпераментный холерик. Ребенок должен быть активным, должен что-то делать. Ребеночек меланхолик или флегматик. Ему достаточно комфортно не поздороваться или кивнуть. Проявлять себя, может быть, ему и не нужно. А мама тянет. И всегда вопрос, чья это проблема? Мамина или ребеночка? Или ребеночка, да. Это говоря о работе... У меня как раз такие истории работы с дошкольниками чаще. Ну и школьники потом, это просто трансформация этой истории. Или уже взрослый человек, который осознает это стеснение как нересурсное состояние. И часто во взрослом человеке можно докопаться, что говорится, до этих фраз. Можно получить ту фантазию, в которой он пребывает относительно реальности. Как она будет на тебя реагировать. И здесь очень много страха. Сказать, попросить. Я всегда говорю родителям, что маленьких деток, два главных слова, которые должен сказать ребенок. Первыми это дай и нет. Остановить и попросить. И здесь рождается тот момент, когда мы не программируем в нем стеснение, а вот эту возможность себя выражать и поддержку в любых чувствах у ребенка. Это база стеснения. Очень интересно. Теперь смотри. Вот у меня такой вопрос сейчас возник, пока у меня не улетело из головы. Бывает такое часто, что ребенок до определенного возраста, он достаточно активный такой, ведет достаточно такую активную социальную жизнь со взрослыми людьми, с ровесниками. И в какой-то определенный момент он начинает стесняться. Может быть, это связано с тем, что, к примеру, произошла какая-то ситуация, и он замкнулся в ней. Это как замкнутость, или же это где-то когда-то было, и оно бомбануло только через время. На каплицу. Я больше отсылаюсь как-то кризисным моментом детского развития. Три, классический семь, и подростковый возраст. Вот что-то подошло в этом кризисе, когда действительно буря чувств, их просто не могут правильно отреагировать, не могут, я бы сказала, разрешить. Как говорится, ты можешь кричать, но ты не можешь мебель ломать. Ты можешь злиться, но ты не можешь бить людей. Это правило. Тебе запрещают всё, как ребёнку тогда. И я замыкаюсь, я не могу. Особенно бурно, мне кажется, это может произойти как раз в три года, когда ребёнок только смотрит на этот внешний мир и говорит, я это хочу, я то дайте, дайте, дайте. И он говорит, по рукам. Нельзя. Нет, там нельзя. Там тётя поругает, там дядя поругает, а там тебя вообще цыгане заберут. Ну, какая-то такая вот страшная история. У меня были реально случаи, когда мы работали вот с этими фантазиями, что кто-то действительно заберёт очень надолго и далеко взрослых людей. И как эта история вообще передавалась от бабушки к внучке. У девочки была боязнь непонятная, реально цыгане, табора, вообще сборище людей, потому что бабушку... Бабушка она внушала. Бабушке и бабушке навнушали, что это действительно действенный инструмент манипуляции. И рассматривать... Как раз-таки про манипуляцию мы вышли очень здорово. С стеснительными людьми очень классно манипулировать. И системные образования, там в школах, в университетах часто этим пользуются. Хулигана невозможно за что-то проманипулировать. Да, поэтому не плачьи. А стесняшками можно манипулировать очень хорошо. И, кстати, про... Работаю со студентами, и вот здесь тоже стесни. Вот этот подростковый возраст у меня выпадает, как стеснительный. А вот юноши и девушки, это действительно какие-то ребята, которым сложно говорить. И для меня задача научить, как будто бы их разговаривать заново. Вот что перемыкает, обращаясь, Алина, к твоему вопросу о том, что что-то происходит. Вот система может накладывать... Я поступил уже в университете, или там... Плюс ещё семья говорит, ты должен учиться. Да, да. Надо бы чего не сказать, я лучше буду молчать. Или, знаете, что студенты делают, очень правильно выстраивают фразы. А что-то и правильно. Не говорят же в общении. Это мёртвое общение для меня. Почему так стыдно сказать так, как ты думаешь? Нужно подобрать фразу... Подобрать фразу, как правильно. Так надо. Запрет на самовыражение. Запрет на самовыражение. И внутри страх. Наш любимый гнев, который не может никак выйти. Выйти и ищет, где оно в челе сядет. И вот это прибежище. Сделайте за меня. А смотрите тут ещё, какое смещение ответственности. Мама поздоровается, и мне не надо эти чувства проживать, эту тревогу. И никто не может помочь. Мама тоже не может помочь. Она говорит, иди здоровайся. Что ты? Что ты не здороваешься? Что ты себя так ведёшь? Нормально здороваться. Ты же воспитанный. Для двухлетки и трёхлетки поздороваться – это принять чужого человека в свой мир. Это очень страшно. Это непонятно. А какой этот взрослый? Абсолютно непонятно. И ребёнок уже к трём годам понимает. Бывают взрослые, которые позитивно на него реагируют, а бывают те, которые ругаются. И мама бывает в разных состояниях. Какая сейчас из этих мам или персонажей вообще моего опыта? Вот сейчас я не могу это определить. Взрослый человек может. Здесь нужен и опыт, и позитивная поддержка мамы. Когда мы учимся с мамами, за ребёнка сказать. Петя говорит «Здравствуйте». И ребёнок слышит, что он говорит и принимает эту часть в себя. И мама никак не реагирует по этому поводу. Мама нормально реагирует. И здесь самое главное, как с любым чувством, принять. Принять, что можно стесняться. Тебе сейчас страшно. Но ты сможешь сказать в следующий раз, например. И ты сможешь это преодолеть. Ты сможешь. Нет у мамы уверенности. А мама или папа, или семья в целом говорит «Надо, надо». И как это «надо» действительно? Сложно влияет на нас. Да, да, да. Это когда нам ставят определённую планку, и мы должны обязательно соответствовать этой планке, потому что нам сказали об этом родители. Конечно, с этим сложно. Нам как-то конкурировать. Формирует личность мамы. Да, да. Родительские образы. Насколько мы их берём. Мама и папа могут быть абсолютно нормальными. И правда, не хотите, чтобы ребёнок их стеснялся. Или подавлял гнев. Но такая трансляция идёт в первую очередь языковая. Мы отличаемся от животных языком. Мы не смотрим на рефлексы, как это делать. Мы слышим. И родители, часто стараясь удержать как-то из своих тревог ребёнка в больших рамках, бросают те фразы, которые потом в терапии взрослых людей вылезают абсолютно как фантазийные. Это не относится к реальной маме. Это относится к её тревоге в этот момент. Мы живём с этими интроектами. Потом есть теория субличности. Внутри эти охранники выставлены, и они выходят в определённый момент. В определённый момент и сыграли свою роль. Соседям нельзя, надо тише воды, ниже травы. А то придёт злая бабуська и будет кричать на тебя. Или у нас врач, медсестра, соседка. В реальный случай. Придёт уколы делать. И шуметь нельзя. И эта дама с уколами, она сидит у 40-летнего человека в голове и думает, что сейчас реально придёт, и дома я буду тихать. Не дай бог, что-то упало. И потом ты думаешь, почему папа в семье такой странный, что что-то падает, ему очень страшно. Потому что всплывает этот образ, как вариант. Будет сейчас неприятно. И сковывает. Для взрослого человека стеснение, это скованность и невозможность проявляться, идти, шагнуть. А что будет? И вспоминается тот, кто будет карать, как будто бы назовет. Да, карать. И вот эта претензия и злость, и там мне всё-таки много в этом стеснении. В этом замесе, да, там очень много чувств. Почему надо спрятаться? Потому что, возможно, у меня очень много разрушающей энергии. Я так хочу на всё претендовать, что я лучше за маму спрячусь. Как вариант, может быть. Коллеги, у нас пришло несколько писем в нашу редакцию. Требует нашего внимания, наших рекомендаций. Первое письмо. Я очень стеснительная. Это мне очень мешает. Не могу общаться с незнакомыми и малознакомыми людьми. Бывает даже, что со знакомыми если произошла какая-то ситуация. Я жутко стесняюсь. Сразу потею. Меня внутри трусит. Боюсь что-то сказать, чтобы не показаться глупой. Как мышка забитая, сижу и думаю о том, что со мной не так. Я хочу быть интересной в общении. Уверенно чувствовать себя в компании новых людей. А что мне делать? Ну, как бы это отсыл идёт именно в уверенности в себе. Как бы сама оценка занижена у девушки. А с чем это связано? Конечно, нужно копаться. Это очень глубоко. С малознакомыми, нежнакомыми. Это как раз-таки отсыл. Базовое недоверие к миру. Мне тяжело с ними говорить, потому что наверняка когда-то мама говорила о том, что с чужими не разговаривай. На площадке не разговаривай. С чужими нельзя. Нельзя не разговаривать. Тётик, дядик, кто бы с тобой не заговорил, не разговаривай с ними, не говори. Ну, и это где-то могло у неё засесть. А как вы считаете, коллеги? Или хотелось бы твоё мнение услышать? Мне как-то сразу... Действительно... Что можно предложить? Предложить. Понимаем, что, да, с самооценкой тяжело. Понимаем, что триггер всего это незнакомая ситуация. Как себя предъявить незнакомому человеку? Стою ли я для него что-то? И для меня первый шаг к решению проблемы стеснения, а это равно самооценке, попробовать отзеркалиться в других людях. Видимо, не получилось это сделать с родительскими фигурами. Понять, какой я, отразить самому. Это функция мамы, папы. Показывать мне, какой я. И с этим ребёнок выходит в 7 лет в ту самую школу, да, когда я уже накопил знания о себе, какой я, и я в школе это отдаю и могу противостоять каким-то моментам, отвечаю, ты некрасивая, я красивая, потому что мне мама 7 лет говорила, что я красивая. Как ты некрасивая? Нет никакой уверенности. Вот эту возможность противостоять и не стесняться. А что мама говорила? Говорила ли она мне вообще про красоту, про ум или про что-то, да? И вот эта возможность сделать первый шаг, это постараться спросить хотя бы у знакомых людей, а какая я для тебя? Достроить этот мир, который не был достроен. Какая я? Вот просто, да? А ещё круче постараться спросить у 10 знакомых и 10 незнакомых людей, да? Это второй этап. Шаг просто спросить. Даже в соцсети нам это позволяет, такой контакт? Да, да, да. Какая я для вас? Здесь неожиданные открытия, да? Ты о себе нафантазировал. Определённое, определённое тебе выдаёт этот самый мир, о котором ты не знаешь и пребываешь в фантазиях относительно его. Нет реальности. И ещё те самые субличности, которые стоят, те впитанные образы кого-то. В реальный случай у женщины 35 лет, есть очень хороший защитник. Субличность нам очень помогает. Конечно. Защищаться, да, от определённой ситуации. Это учитель математики очень классный, да, который говорил когда-то нашей девушке, подростку, прежде чем что-то сделать, ну, в математическом уравнении, надо 4 раза подумать. 4 раза. И представьте, насколько сложно что-то сделать, пока ты 4 раза думаешь, ну ладно, 2, ну хотя бы один разочек подумай, потом сделай, да, как мы... Здесь 4 раза надо думать, и вот эта визуализация нам помогла действительно увидеть за спинкой кресла у этой девушки, этого учителя математики. Она теперь периодически говорит, да, учитель математики сейчас был, я не пошла, потому что я 4 раза думала, да. Но это большой шаг это сделать, большой шаг понять, что вот это не даёт мне идти, делать, потому что я не понимаю, как я отражаюсь, я не понимаю, как реальность меня принимает с одной стороны, или есть какой-то действительно охраняющий внутри себя субъект, объект, чувство какое-то, который говорит, нельзя. Когда-то это было действительно верно для математических упражнений повышенной сложности, да, в математической школе. Для жизни это непригодно, но почему-то это было взято в жизнь, как основополагающий принцип, да, и здесь классно расклеить эту ситуацию. В жизни ты можешь поступать, как ты считаешь нужным, да. И это вопрос коммуникации, да, коммуникации, как я коммуницирую с этими реальными людьми, и вопрос ошибок в том числе. Ну, я предъявлю себя, вступлю в разговор, и мне скажут, ты ничего не стоишь, как ты могла сейчас разговаривать со мной? Опыт, да, или здесь, я знаю маму, которая мне говорила, да, ты имеешь право со всеми разговаривать, как-то я не умею право, я имею, потому что я имею свое мнение, да. Ирия. Что-то откликает в детство. Опять же, все-таки идет отклик в детство, просто в детство. Кто формирует? Родители, да, и наши вот в данном случае фантазийные ее, ну, как бы, не реальность, а фантазийная ее ситуация пугает ее тем, что она будет отвержена, и она не будет принята. А для человека, что важно, быть нужным и важным. То есть она боится взаимодействовать с кем-то, потому что я не нужна этому человеку, и я не важна. А кому ты не важна на самом деле? На самом деле, да, куда тут надо смотреть? Внутрь себя, да. Вглубь себя. И она себя просто обесценивает. Кто первый сказал, что мнение не важно для конкретно этой девушки? Да, когда это первый раз, да. Что ее мнение не важно? Какая-то фигура, хорошо бы увидеть, да, как учителя математики за спинкой кресла, увидеть эту фигуру, она тоже фантазийная абсолютно. Чей голос вы слышите, когда вы, да. Чей голос, да. Кто вам говорит, что нельзя разговаривать с этим человеком, да. И сейчас это совсем другой человек, с которым можно и нужно разговаривать, да. Как раз-таки, отсылаясь к студентам, очень многие мне рассказывают, вот, введение соцсетей, например, да, я пишу текст, потом думаю, это какая-то глупость, стираю и не могу выложить, не могу себя проявить, не могу, да. Или эти фотографии со спины снятые, да. А как себя развернуть к этому миру, как себя предъявить, да. Как это нажать на галочку и текст опубликовать. Да. Мою маленькую, но всё-таки мысль, нужную, не нужную, она ценна тем, что она моя. И я этим важен миру, да. Я заговорю, и это просто важно как факт говорения. Но этим я признаю себя. Да. Да, а ему сложно признать себя. Надо поработать с признанием себя, признание себя как ценности в малом. И ещё одна клиентка говорила, что, ну, как признать себя, ну, я что сделала? Ну, закончила университет с красным дипломом и двух детей родила. Это что, ценность? Об этом надо говорить. И мне так стыдно, когда об этом говорят мои соседки-мамочки. О чём вы можете говорить? О чём вам бы хотелось? Она говорит, ну, если бы я какой-то герой был, ну, из пожара кого-то достала, да? Только о супергеройском можно говорить. Чей это голос, да? Чей там голос, очень интересно такое говорить и не даёт гордиться красным дипломом и двумя прекрасными детками. Это не достижение, да? Это не достижение. Это кто-то обеспечивает. Геройский поступок. Геройский поступок. Геройский поступок, да. А вот это так, это нормально. Это тот перфекционизм, на котором она живёт. Да, да, большинство людей. Надо совершить что-то геройское. Такая представится ли тебе эта возможность, да, когда-то, чтобы хоть когда-то о себе заявить, да? Действительно, то, на чём мы живём и то, что нам даёт счастье, это так химия двух гормонов. Опять же, не как врач, говорю, да, дофаминокситоцин, наш известный нейромедиатор удовольствия и окситоцингормон. Счастье, которое, соединяясь вместе, даёт нам ощущение действительно настоящего счастья. Что порождает рождение вот этой вот гремучей смеси, да, хорошей для нас? Признание, да, Ира говорила про это. Конечно, признание. Тут работа с внутренним миром. Бывает же такое. Ну, как бы внешнее, внутреннее стеснение, да. Внешнее – это когда мы стесняемся обратной реакции окружающих людей, а внутреннее – это когда моя неуверенность и моя заниженная самооценка не даёт мне проявлять себя в мир. Достаточно часто такое бывает, что человеку говоришь о его достоинствах, да, ты начинаешь говорить действительно всё, что ты видишь, а они не верят, они говорят, ну, так не бывает тут. Ну, это тянется ещё советских времён, когда наших мам так воспитывали, что нет, нельзя, чтобы родители хвалили своих детей. Не дай бог, да. Да, тебя должны похвалить соседи. Да, вот ты должна там перед другими так выслужиться, чтобы они сказали, что ты хороший. И дальше идёт этот ярлык, дальше мамы воспитывают следующее поколение как, точно так же. Таким же образом, да, потом мы говорим о том, что вот очень много зависимых, да, вот от того, что… От чужого мнения. От чужого мнения, да. Вот оттуда всё и тянется. На это всё настроено, на зеркальное я, да, а как другие скажут. Но даже в системе… Что скажут люди, да. В системе мотивации, чтобы что-то делать, и делать постоянно это, да, надо сначала получать кайф от того, что ты делаешь, а потом получать от себя же признание, что у меня это классно получается. И классно получается. И потом я буду продолжать что-то делать. Стесняшек нет этого процесса мотивации. И я подумала про обратную сторону, про идеалистов, перфекционистов и синдром отличных кайф. Да, они тоже стесняются, хотя там много посылов, много злости. Я должен, я могу это сделать, буду идти. Да, достигаторство вот это дальше. Я даже не начну, потому что я точно знаю, что это не идеально. Ой, да ну, да нет. Это тоже своего рода стеснение, да, определённо. Здесь посмотреть, да, насколько идеальность заложена, и насколько, и кто говорит, что разговаривать с чужим нельзя. Да. Лиль, спасибо тебе огромное за развернутый ответ по данному письму. Ир, хотелось бы вот от тебя как бы услышать, может быть, какую-то рекомендацию именно для автора этого письма, именно девочки, которая чувствует себя неуверенно. Ну, я думаю, что эта девочка взрослая, да, она это явно не подросток, но как бы обратиться к специалисту, это однозначно, это человек, знающий, как ей помочь, выявит причину вообще возникновения. Причину следственную связь установит. Да, потому что не просто вот там симптоматику обсуждать, да, а именно причины возникновения этой ситуации. И завести для себя дневник успеха. И прям все маленькие шажки, все маленькие успехи, прям себе записывать. Прям утром встала и сварила себе шикарный кофе. Вот он вкусный был, как никогда сегодня. Я молодец. Я молодец. И записала, да. И просто потом перечитывать и смотреть, насколько она действительно успешна, цена важна, в первую очередь для себя. Да, да, действительно так оно и есть. Думаю, твой ответ уже понравится многим нашим телезрителям, и кто-то для себя это отметит галочкой. Ну, у нас еще есть несколько писем. Моему ребенку 6 лет. Когда внимание переключается на нее в обществе, она сразу начинает смеяться и вести себя неуклюже. Порой прячется за меня и еле-еле что-то говорит. Как мне помочь своему ребенку преодолеть стеснение? А, Лиль, прям... Тема «твое-твое». Что же получается? Интересный механизм срабатывает, да? Когда ребенок получает внимание, он начинает вести себя странно. Да. Как будто это какая-то недостижимая, удивительная ситуация, что на меня обратили вдруг внимание. Я не знаю, как ведут люди себя, как будто бы адекватно ведут люди во внимание. Это первый момент. А второй момент. Мне надо так сильно удерживать тогда это. Если я вдруг заполучила то, что, вероятно, я больше всего хочу на свете, я буду это удерживать. И, вероятно, это тоже какие-то нейронные связи сформировались, что странно надо себя повести, чтобы как можно дольше удерживать внимание. Удержать это внимание. Получить это внимание. За странность. Как часто бывает, ребеночек делает хулиганит, потому что нужно добиться внимания от мамы. Здесь как будто бы возможность удержать. Либо нет понимания, что это так редко случается, что вот это все смятение, вот этот стыд какой-то порождает неадекватные действия, опять же, несоотносимые с реальностью. Шесть лет. Опять же, вопрос, а какой я? Знаете, ребенок какой он? Что он умный и красивый, и он может достойно принимать это внимание, и внимание, каким образом строится. Это элементарные фразы мамы и папы, которые говорят, ты знаешь, вот когда все на тебя смотрят, ну вот я так, например, себя веду, ты так. Как будто бы либо это очень редко происходит, и очень хочется ребенку внимания. Конечно, смотрим на детско-родительские отношения. Как ребенок бывает в поле зрения родителей? Как он действительно с чужими относится? Получает ли он должное внимание, вот это признание и заботу о себе, вот эти важные факторы признания и заботу? И тут вдруг все на него сваливается, и это непреодолимо, невозможно так. Как ведут себя родители? Дети нас тоже копируют. Как ведет себя родитель, получив внимание? Все на него смотрят, и что? И он пойдет с этим в школу. Здесь какая опасность, тонкий момент. Шесть лет, через год, а может быть уже сейчас, по-разному детки идут в школу, он пойдет предъявлять себя миру. Там неизбежное внимание. Лиля, вот скажи мне, пожалуйста, может быть действительно, когда ребенок начинает себя таким образом вести, может быть, как это вообще у него складывается, что он удерживает внимание еще больше? Таким образом он подпитывает себе неуверенность, ну как бы пытается повысить уровень уверенности в себе? Или же это, может быть, какие-то другие вопросы? Вопрос, да, действительно, то, о чем он, как он фантазирует о реальности, да? Какая у него фантазия? Как надо, чтобы реагировали на меня? Насколько мне важно удерживать это внимание? Здесь вопрос к родителями. А как обычно ребенок попадает в центр внимания? Как обычно он добирает вот это внимание, да? Ему нужно что-то эдакое сделать, такой циркач на сцене вдруг, да, появляется, который там какие-то невероятные кульбиты делает, чтобы на него обратили внимание. Часто детки хулиганят с этой целью, чтобы удерживать внимание на себе, потому что им не хватает. И, возможно, у родителя есть одно понимание, что значит уделять внимание ребенку. А он, как я называю, это сыр с большими дырками, или губка, у которой огромные дырки, ему надо больше заливать в него, чтобы он понял, что вот сейчас на меня обратили внимание. Либо есть такое огромное желание этого внимания, но вдруг, когда на меня обратили, я как будто бы недостоин. Это все наши процессы, да, двух-трех лет как раз-таки. Что было, хочется спросить у мамы, а что было с ребенком в этот период, как ему рассказывали, какая реальность, как она его будет принимать. То, возможно, мы фантазируем сейчас, что ему очень стыдно, что на него обратили внимание. Я не достоин этого внимания, что я такого вообще сделаю. Я маленький ребеночек, что это все на меня сейчас так посмотрели. И делать странные вещи, да, когда нам стыдно. Мы, правда, не знаем, что делать, как себя вести. Мы как-то пытаемся прожить. А стыд – это и гнев, и печаль, очень сложное чувство. Как можем, так и справляемся с этим комплексным, сложным чувством. Поэтому здесь вопросы и к маме, и к ребенку, да, как происходит по-другому его внимание. Может быть, конкретно люди какие-то, да, когда обратили внимание, это семейная какая-то история. Но с другой стороны, 6 лет для меня очень интересный возраст, уже вот-вот ребенку идти в школу. Это тот момент, когда действительно будет много внимания. Те же выходы к доске. Ребенок получит много чужого внимания, странного для него, непонятного для него. Здесь самое время поработать, поработать в связке детско-родительских отношений. Что вы дали ребенку в 3 года, как он понял о себе информацию, как он понял, какой он, что вы вообще говорили по поводу, какой он, почему он оказался недостойным внимания. Или он слишком достойный внимания, но это для него не такое внимание, которое он хочет, к которому он привык. И почему у него нет сил сказать, не смотрите на меня сейчас. Это же смелые дети. Это смело, да. Это смелость, уверенность. Вот это противоположная сторона стеснительности. Смело сказать, я сейчас не хочу, чтобы вы на меня смотрели. Перестаньте на меня смотреть, пожалуйста, при этом. Так в шуточной форме даже, да, как-то вызывает смех, как маленький человечек, говорит, не скажет. Не смотрите, да. И сколько у родителей вообще взрослых, ты что, как ты имеешь право мне такое сговорить сейчас, да, как я хочу и смотрю. А это тоже вопрос к родителям. Что вы, почему вы так считаете собственностью своего ребёнка, что он не имеет что-то заявить. Да. Да, хорошо, когда он смягчает фразу подобного рода, а это делают и родители, ему тоже говорят, пожалуйста, я не готов, да, вот это пожалуйста, это зеркало родителей тоже. Как они ему показывают. Это как большой вопрос, а как родители при большом внимании на себя ведут себя. Может быть, так же странно, да, непонятно, неизвестно. Но здесь тонкий момент именно того, что ему уже предъявляться, уже достаточно мало времени, чтобы вот эту самооценку, адекватность поведения, фантазийную реальность вывести в реальную, да. и кажется так, как будто бы не хватает просто объяснения словами или показать маме, да, или подойти и сказать, а сейчас было бы классно, да, что-то сделать как-то по-другому, да. Сейчас все ждут от тебя, знаешь, песни, а ты начинаешь кувыркаться, да. Сейчас было бы здорово, если бы ты пел. Мы бы на тебя обратили внимание, потому что думали, ты будешь петь, да, а ты почему-то... А ты не оправдал нашего надежда. Вот это хорошо закроет крышечку на этот травм-травмы. Просто с точкой, да. Сейчас как будто бы кажется, что мы бы были рады, да. Вот смотрите, какая хорошая фраза родительская. Было бы здорово, я буду очень рад, если ты сейчас нам споёшь. Да, и вот это ожидание, признание, когда ты аплодируешь. Мы даже тебе поаплодируем сейчас. Даже не даже, а просто будем, знаешь, как тебе аплодировать, да, вот для этого ребёночка это признание может быть. И его так соберёт в реальность. Вот скажи мне, пожалуйста, вот если эту ситуацию не прорабатывать именно с психолога, матери и ребёнку, с чем он может, с какими проблемами он может столкнуться в школе? Они будут? Да, прогноз есть такой, что проблемы могут быть с тем, что предъявлять себя в школе, а это нужно, выход к доске. Они стопроцентно есть, рассказы стихов, как-то выход к доске, какие-то рассказы, да, что как-то себя поднимает учитель, ты что-то отвечаешь, на тебя смотрят 30 пар других глаз, да, и как это выдерживать? Не выдерживать, ведёт себя неадекватно, но чаще всего вешается ярлык, ну, неадекватный хулиган, не разбираться, да, вот это вам хорошо учителя, действительно, педагоги, которые понимают, что-то надо сделать, как-то надо построить. Нужно дать какую-то опору, дать ему, да. А здесь сложно, ещё плюс 30 других детей, как вариант, которые тоже повесят какой-то ярлык, и как потом из этого выбраться, стереотипно, у нас есть странный мальчик, и ты растёшь, как странный мальчик, а у тебя проблема предъявления просто, да, когда тебе надо поддержать, вот это успокоить, а у вас вопрос тревожности очень большой, да, просто большой уровень тревоги у ребёнка во внимании, это тоже не стоит, как говорится, скидываться из счетов, он просто тревожный, а момент внимания это ещё больше стресса. Конечно, мне кажется, очень многие испытывают определённый стресс, когда выступают перед публикой, неважно, это будет школа там стоять, да, мне кажется, нам знакомо это чувство. Отказывается выступать, потому что я не смогу этот страх преодолеть, а есть какая-то фигура, которая говорит, страшно, ну пойдём, да, вопрос работы со страхом, ты справишься, я в тебе уверен, или прям за ручку, да, хорошо, если станет педагог, если всё-таки не удастся разобраться, да, ситуация, вот в детско-родительских отношениях, он уже идёт в другие отношения, уже отношения с чужим, как говорится, миром, миром, да, и там возможно, да, это даже иногда ценнее, когда какой-то гуру появляется у ребёнка к подростковому возрасту, и он опирается на его мнение, оно достаточно действительно ценнее, это надо признать, что это ценнее, чем мнение мамы и папы, когда хороший педагог или тренер появляется у ребёнка к 10-11 годам, и он может опираться на вот это, на это зеркало, которое тебе говорит, но в то же время и границу ставит, говорит, ты хорош, но ещё там ещё пару подходов в спорте нужно сделать, и это ценно, вот здесь может быть, может помочь, как вариант исход, дальше пойдёт, будет странным, но попадётся педагог или тренер хороший, да, и вопрос, да, проработки сейчас этих моментов, чтобы понять причину, действительно нужна причина. Вот у меня ещё вот такой вопрос к тебе, скажи мне, пожалуйста, можно ли использовать, может быть, какие-то определённые техники или же, может быть, ещё какие-то методы для детей, чтобы взрастить у них уверенность в себе? Вот может, у тебя в арсенале есть? Дети, это же очень интересно, что мы можем делать с детьми? Играть. Само слово дети нам предполагает играть. Играть, И, конечно, нам Выгодский давно сказал, ведущая игровая деятельность – игра у детей, ведущая деятельность в жизни, их игра. И мы только через игру, собственно, и заходим, через игру, через рисунки, и через контакт. Я, как чужой мир, психолог, это чужой взрослый, он может как раз-таки быть полезен, чем ребёнку сейчас, что я, как чужой мир, ему даю ответ. Вот в этой игровой деятельности. Ой, как здорово у тебя получается сейчас. Ой, какой у тебя интересный рисунок, а что здесь ты нарисовал? Мне кажется, у тебя получается. Эти детки двух лет, которые просят сказать, что я молодец, ты молодец, или у тебя получилось. Постоянная похвала, там тоже есть свои перекосы, когда мы только хвалим, когда всегда молодец, и как оцениваются детские рисунки, хорошо сказать. Если там реально каляка-маляка, не стоит говорить, ух, ты ж молодец. Стоит спросить, мне нравится вот эта красная линия, идущая сверху вниз, она реально круто получилась, вот это мне нравится, когда мы рождаем вот этого перфекциониста, который всё хорошо. Нет, не всё хорошо, но какие-то отдельные части, здесь уже больше в конкретной работе с ребёнком, в его игре как-то давать обратную связь, а какой он такой. Но есть инструмент, ещё вспомнилось мне, действительно нарисовать ребёнка в полный рост, как в зеркале. Он ложится, ещё любят, соединяют два ватмана, ребёнчик ложится, мы его обводим, и потом он себя как будто бы видит, и себя рисует. А каким он себя видит? Здесь инструмент увидеть, как себя видит ребёнок, как он хочет. Здесь он, наверное, своё идеальное «я» ещё представит. У нас есть реальное «я», идеальное «я», зеркальное «я». Как он хочет себя видеть? Ты же можешь нарисовать любые брюки, любую прическу, глаза, мы тоже посмотрим, какая у него фантазия по поводу, как его хотят видеть, и как он есть на самом деле. А потом пойти к зеркалу и сравнить, а что он видит, есть ли разница в этом, а какой он на самом деле, какой он мне нравится здесь ещё. Я как мир тоже могу ставить ему границу, он же этого боится, что мне сейчас предъявят какую-то границу, а мама спасёт меня. И мы проговариваем, вспомнила в работе девочку, которая действительно стеснительная, она очень эмпатичная, она чувствует, она смотрит, как я реагирую. У меня есть в кабинете ширма, я её называю склад. Это такая тестовая ещё история, деткам говорю, туда заходить нельзя, это моё место, туда заходить на границу сразу, очень доброжелательно. Там достаточно опасно для деток, потому что много всего стоит, и я не знаю, вдруг оно упадёт, я переживаю за тебя. Девочка как будто бы не услышала, но мне кажется, как-то проигнорировала, и пошла. Я очень говорю, выйди, пожалуйста, и более строгим голосом, чем обычно, это место, в которое мы не заходим, я тебе об этом говорила. И она разворачивается, вижу глаза полные слёз. Ей было очень страшно, что я так предъявилась. И в этот момент очень важно поддержать ребёнка. Я продолжаю с тобой контактировать, держа за ручки, ты продолжаешь мне нравиться, но это просто моё место. Это было поворотным, действительно, событием. В повышении самооценки, кто-то отреагировал, я вижу твои слёзы, ты имеешь право сейчас погрустить, но я продолжаю с тобой контакт, это очень важно. Фантазия, как первое наше письмо, что там большой контакт, разрыва отношений. Я боюсь вступить в отношения, потому что я боюсь, что их не будет, что меня отвергнут. И вот это важно для деток, поддержать, прям чисто физически даже, глядя в глаза, я продолжаю с тобой контакт, но у меня есть, чтобы увидеть меня, а исходя из диагностики, у девочки эгоцентричная эмпатия, она очень хорошо знает про свои чувства всё, а про другие мало. И вот это даёт, вот эта связь даже через руки, дала понимание, у меня тоже есть свои чувства, запреты, границы, и я даже могу быть немножко сердительнее, чем обычно, и это нормально, и это не разрушает наши отношения, уже в конце, пока мы с мамой как-то там коридорные консультации, как я называю девочка, в конце сказала, ты знаешь, я тебе в следующий раз нарисую там какое-то мороженое, она сама дала мне посыл, что она хочет продолжать контакт, она это прожила, я хочу тебе что-то подарить, да, ты мне как будто подарила вот эту уверенность, я тебе подарю, и для меня это было показательно. Вот она, игра и поддержка чувств, отражение, потому что здесь психолог очень полезен, как другой взрослый, как вот этот самый мир, которому так страшно, подойти, предъявиться и перестать фантазировать по поводу разрыва отношений с миром и по поводу того, что меня не признают. Тебя признают любым, но психолог точно это может делать профессионально правильно, и так как это хотелось бы, чтобы сделали родители, да. Лиль, потрясающе, на самом деле, ты развернула эту тему, чуть-чуть, да, добавлю, да, по поводу игры и взаимодействия, вот последний случай, который у меня был, ну, немножко не про стеснение, вообще, как работает игра в терапии с детьми, да, ко мне привела мама, ребенка, у меня есть очень много игрушек в кабинете. Игрушки есть как целые, одетые, целые, мягкие, подобные, этот, куколки, там подобие людей, и есть те, которые травмированные, и есть которые страшные. мы их сгребаем в один ящик, и я предлагаю ребенку всегда выбрать те игрушки, которые он хочет. И так как приходят мамы с детками, да, чтобы мама увидела проблему, просто если я маме скажу, что вот у вас такая проблема, и вы поменяете поведение и свое отношение к ребенку, делаете вот так, вот так, вот так, мама как бы делать не будет. А когда ребенок достает эти травмированные игрушки, и он показывает там, достает эту бабушку крокодила, да, а себя достает какие-то там травмированным клоуном, который крокодил съел, и он рассказывает, как, ну, выбирая членов семьи, это бабушка будет, это буду я, и как они взаимодействуют, он показывает, крокодил съел там клоуна травмированного. У мамы, конечно, вот просто ужас. И очень часто вот эти вот игровые моменты, они и маме показывают, да, и у ребенка проходит терапия, да, а каким бы ты хотел быть, да, а каким ты можешь быть, да, а что тебе мешает, а что тебе будет в помощь, да, чтобы стать вот таким, как ты хочешь. И когда он здесь среди игрушек это проигрывает, он берет там какой-то щит, он меняет этого клоуна там на какого-то рыцаря, и побеждает этого крокодила, он домой приходит уже с другим отношением к бабушке. Отношением к бабушке, да. Понятное дело, там он бабушку не убивает, но тем не менее, он уже понимает, что я умею себя защитить, и этот крокодил не такой страшный. на самом деле. Да, очень важно всё-таки вот формирование этого стеснения, очень важны родители, дети, родительские отношения, да, детские отношения. без этого никуда. Да, и почему игра, и часто родителям просто сложно играть с детьми. у них большая взрослая часть. А почему нам нужна игра? Потому что ребёнка, ну какая-то травма произошла недавно на самом деле, но она в лимбической системе нашего мозга опять же, да, и там эти травмы проживаются, и зайдя только туда, мы сможем её как-то прожить заново. Прожить заново, да. Но как это недалеко, и вот эта часть мозга, за рационально отвечающая неокортексу детей, ещё формируется, поэтому мы быстрее можем проехать через игру. Они не смогут это разговорной терапии, как взрослая, проговорить, да. Сформулированность мыслей и возможности мозга говорить про это не сформированы, да. То есть мы сразу же идём туда, поэтому призывая даже взрослых поиграть в такую игру, разрешается быстрее, когда через фигурки, через животных, через карты, через метафоры они доходят быстрее. Это чудеса, да, как будто бы происходят, потому что мы просто попадаем в травму сразу, напрямую, да, и нам они говорят, когда ребёнок просто выкинув паровозики в мусорку, проигрывает, ситуацию сепарации с родителями как раз-таки около трёх лет и спокойно идёт в садик, да. Для меня это до сих пор какое-то чудо, да, когда за одну сессию ребёнок спокойно стал относиться к садику, просто потому что я остановила маму в определённый момент и разрешила выбросить эти паровозики в мусорку. Это были чудеса, да. Вот на самом деле мы попали в лимбику, мы попали в ту ситуацию, напрямую в травму, она ему разрешилась, можно, паровозики можно кидать в мусорку, и мне можно уходить в садик и не тревожиться про маму, как будто бы, да, я тоже фантазирую. Но игра, и почему важно играть с детьми, да, вы там всё можете услышать, когда ребёнок просто играет в куколки, повторяет ваши фразы, повторяет семейную историю, вы можете увидеть, где, что и как происходит. Где что произошло, да, где произошла травма. Подключайтесь к игре детской, слушайте, что говорят детки, там много разрешений есть и до кабинета психолога. Другое дело готовность родителей. Да, зачастую нет. Я не умею. Я 40-летняя женщина, буду играть с детьми, часто мне говорят. Да, но это было бы здорово, если бы вы смогли. Но часто, да, я не умею придумывать, да, ко мне претензии, так в кавычках претензии. Я не умею придумывать игры так, как вы. Мне очень скучно, я вообще засыпаю. Я не могу это выдержать, мне легче достать псевдо, да, игры, эти книжечки, развивашечки, головоломочки, там, научить считать. А вот чисто играть невозможно, поэтому и сложно, да. С куклами вообще невозможно девочкам играть. Это не динамическая игрушка. Научить играть в куклу может только взрослый, показать как, ну, если нет ребёнка маленького в семье, да, с машинками. Почему, говорят, девочки играют с куклами, с машинками? Да потому что легко. Она едет, да, ездит на... С куклой не знаешь как. Ну, подержал, ну, раздел. Что ещё с ней делал? Это вопрос потом, да. Дальше к материнским функциям напрямую, да. А как же потом с малышами обходиться? Да, им нужен другой взрослый. Дети учатся говорить через... Смотря на род взрослого, учатся быть в реальности через манипуляции с играми, игрушками такими, не обучалками, не псевдоигрой такой, не развивающей игрой, да, которую развивашки могут здесь много давать, а настоящей игрой, спокойной свободной, когда вы идёте за ребёнком, вы проигрываете и слушаете его одновременно, что происходит в его мире и насколько он далёк от реальности. Да, ведущим должен быть ребёнок, а ведомым должен быть родители. И у нас есть одно последнее письмецо. Я очень стесняюсь знакомиться с девушками. Мама меня воспитала всегда вежливым и аккуратным, тактичным молодым человеком, но это глупое стеснение перед красивыми девушками, у меня начинают потеть ладони, появляется чувство кома в горле. Мысли начинают путаться, и я говорю какую-то ерунду. И после каждого провала я чувствую, что хочу провалиться сквозь землю, как мне преодолеть стеснительность. Но мама меня воспитала всегда вежливым и аккуратным. Где папа? Да, неполная семья. Скорее всего, была неполная семья, да. Тактичным молодым человеком то, что не хватало маме, да, возможно, там. Воспитаю вот идеального мужчину, и я рожу сама. Да. И я его воспитаю сама. Таким образом. Конечно, достаточно сложная ситуация. Скорее всего, молодой человек, не подросток, а, скорее всего, уже повзрослевший, и есть определенные проблемы с коммуникацией. Что помогает мужчине выработать вот эту уверенность в себе? Это может быть мама, либо мужское воспитание, да, вот какой-то пример, который был в его жизни. Кто заменил роль отца? Ну, до 12 лет он в любом случае должен был взаимодействовать с мамой. В 12 лет мама передает папе, либо тренеру, и дальше идет взаимодействие в мужском поле. Но тут вопрос, что у него было с мамой, какое взаимодействие, потому что в жизни мальчика первая женщина всегда мама. Конечно, мама. Да, и ему очень сложно общаться с противоположным полом. Тогда как он общался и взаимодействовал с мамой. Возможно, мама его просто подавляла, либо указывала, как ему правильно быть чистеньким, аккуратненьким, вежливым, тактичным. Может быть, это было как бы вот... Не то, что он хотел проявить. У него, скорее всего, никто не спрашивал, что он там хочет проявлять, или его желание. Там, скорее всего, ему навязывали то, что хотела видеть мама, возможно, в его папе. Он транслировал. То, что я хотела видеть в твоем отце, я не увидела. Поэтому ты будешь у меня таким, каким бы я хотела, чтобы был мой муж. Да. Видимо, в голове маме существует образ идеального мужчины, и она его действительно воспитала. Но она тем самым сделала совсем несчастным своего сына. Как можно, каким-нибудь, может быть, я не знаю, какой-то рекомендацией, что можно в этом случае ему рекомендовать? Ну, в первую очередь, конечно, ему нужно признаться самому себе, а что хочет в этой жизни он. Не мама, а он. Даже в выборе каких-то элементарных вещей, продуктов, ну, как бы в практике, да, там, в быту, в жизни. Что я хочу? В любом случае, в любой ситуации первое задавать вопрос, а чего хочу я? И слышать, научиться слышать себя, и слушать, и исходить из любви к себе. Из своих потребностей, не из потребностей мамы. Мне кажется, такая достаточно сложная ситуация. Ну, у него ещё ком в горле, да, там вот именно задавленная личность получается. невысказанные какие-то свои потребности, непроговорённые. И, возможно, вот это всё тянется. Ну, ВСД. Потеют ладони, возможно, там ещё и тахикардия у него там. И это тянется уже не первый год. Да, да. И каждый раз он говорит о том, что после каждого провала я чувствую, что хочу провалиться сквозь землю. Провал, провалиться и вновь впадать в это состояние. Что может быть дальше? Конечно, здесь нужно обратить внимание, что действительно ты хочешь. Безусловно, тут сложно что-либо сказать, какое-то мнение своё, рекомендовать или дать какой-то определённый совет. Почему? Потому что здесь слишком много всего, с которым нужно работать именно в терапии. Это даже не просто консультация, по мне так. Это глубокая терапия и работа с какими-то травмами, которые были у него в детстве. Лиля, хотелось бы тебя послушать, твоё мнение по данному вопросу, которое поступило в нашу редакцию. Как-то так приняла в себя ситуацию и попробовала провалиться вместе с нашим читателем, автором письма. И подумала, что очень это похоже на страх. Очень много страха. Ком в горле, не могу говорить, потеют ладони, я проваливаюсь. Это похоже на страх. Мне очень страшно. Страшно с чем? С коммуникацией. И я слышу коммуникацию с красивой девушкой. Почему-то мне это услышалось. С красивой. И здесь, чего я хочу? Как будто бы не я хочу. Коммуникацию с красивой девушкой. А чего ты на самом деле хочешь, с какой девушкой коммуницировать? Это первый вопрос. Возвращаясь к Ирине. И второй вопрос. Могу действительно. У меня столько страха перед коммуникацией. Могу ли я претендовать на это всё? Мне очень страшно претендовать на такое. И чьи это претензии. Она составляет к родительским фигурам. И мне очень страшно идти в эту коммуникацию. И здесь как раз таки вопрос. Понимая, что это страх, хочется задать тогда вопрос. А что ты чувствуешь в этот момент? И если это страх, то когда была подобная ситуация, что тебе страшно перед этой коммуникацией? Отсылает нас к какой-то женской фигуре, с которой страшно коммуницировать. Красивая женская фигура, недоступная женская фигура. И я думаю, на другой чаше весов, конечно же, наше любимое понимание выгоды. Выгоды. Если я не прокоммуницирую, то есть у меня не получится. В чём выгода? То есть что я поставлю себе галочку. Какую? К кому важна? Что я не могу создать семью, отношения? Тоже отсылает это к родительской фигуре. Если ты не начнёшь отношения, ты останешься в родительской семье. Вторичная выгода. Вторичная выгода, да. Помимо, мне кажется, вопроса, что ты хочешь, ещё вопроса, что ты чувствуешь. С него начать в базе. Если это страх, это одна из туричей. Чей это страх? Куда этот страх ведёт? Если это выгода, если это, может быть, злость, мы не можем дать эту луковичку так сейчас расчистить. Что там в основании лежит? Какое действительно чувство? Ну, по всей симптоматике, да, похоже на страх. Мы так боимся. У нас сердце бьётся, руки, ладошки потеют, мы куда-то, земля уходит из-под ног. Обычно так описывают состояние страха. Нам очень тревожно, когда тревоги у нас вообще возникают. Когда у нас есть собственный уже опыт прожитого. И у нас есть воображение. Мы себе ещё фантазируем. Есть реальности и нереальности. Если думать про страх, он же нерациональный страх. Красивая девушка не укусит. Она при знакомстве не будет бить. Она не будет что-то с тобой. Значит, страх иррациональный. Значит, действительно, там внутри, в голове уже родилась фантазия, как всё будет развиваться. Вполне возможно, да. Возможно, было когда-то в его подростковом периоде, когда красивые девочки в школах или где-то, он решил попробовать завоевать саму красавицу. Пробовал. Да, попробовал, и это тоже сомнение вызывает. Тут единственный плюс могу сказать, что у него хороший вкус, и он точно знает, когда девушка красивая, а когда нет. Он знает, кого бояться. Некрасивых он не стесняется. Он не стесняется, а не боится. Ещё хочется дать комплимент тоже человеку о том, что он пробует и пробует и пробует. Ищет своё. И осталось только признать, что у меня может что-то не получаться. Принятие. Как будто бы не хватает принятия этого чувства. А мне сейчас страшно, и у меня не получается. И как будто бы не хватает слова, да, это нормально. Пробуй ещё, да, как мы работаем. Вот этот взрослый, заботливый стоит за тобой, говорит, нормально, ещё пробуем. А здесь каждый раз проваливается. Кто возьмёт тебя из этого страха и скажет, так бывает, так нормально, или у меня так было, да. Ещё пробуй. И это добавляет чуть-чуть, по чуть-чуть уверенности, и потом уже вместо билиберды получаются какие-то нормальные слова. Да, 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 осознанные слова. И что-то получается делать. Это работа со страхом. Да, как-то мне сейчас более конкретизировалось, что со страхом, в принципе, можно тогда поработать, поддерживать каждый момент. И приструктурировать. Вот этого провала. А как ты будешь себя поддерживать? А чья фигура тебя может поддерживать? Такой инструмент. На кого-то можешь оперироваться, да. Присвоить себе даже какие-то качества. Вот какой тебе персонаж нравится, хоть кино, или реально есть такой человек. Какой тебе нравится? Один из клиентов мне сказал, мне нравится Джордж Клуни в образе Оушена, который там воровал. Вот такой вот он. У него всё получается. Все авантюры у него получаются. Буду на него опираться. Потом через время я сказала, не буду. Его все авантюры, они киношные. Так в жизни не бывает. Я не могу больше на него опираться. Но в какой-то момент же держала, поднимала из жизни. Вот попробовать опереться на те качества. И как часто, если мы качества видим в другом человеке какие-то, значит, они у нас тоже есть, ну, спятся, например, да, нам запретили так же, такими же быть. И попробовать через эти фигуры становиться тем, каким я хочу. И в первую очередь, да, кто это говорит и что я хочу. А может, мне какая-то другая нравится девушка. Я вижу красивых, красивые кто мне заложил понятие красоты. Почему я сразу красивая? А какая еще бывает девушка, кроме красивой, с которой можно разговаривать? Да, вообще, как бы я за то, что, ну, вот, размышляю именно таким образом, что преодоление страха, это определенно, ну, вот, возникает какое-то сопротивление, но это фаза роста. В любом случае, это фаза роста, развития личности. Принятие осознания своих чувств – это большой рост. Огромный. Я бы даже так сказала. Это одно из важных аспектов формирования. Коллеги, огромное спасибо за такую интересную беседу в эфире программы нашей. Я думаю, также это будет полезно нашим телезрителям. Сегодня в эфире программы «Острый вопрос». Мы разобрали письма, которые пришли к нам в редакцию на тему стеснения. Дали качественные рекомендации вместе с моими коллегами и надеемся, что они вам помогут преодолеть стеснение и повысить уверенность в себе. В следующем эфире будет не менее интересная тема, которая требует вашего внимания. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!